Добрый вечер! В эфире Вести Молдова в студии Елена Пахомова. О событиях уходящего дня в последующие 15 минут. Пока же главные темы понедельника. У Молдовы есть президент. Лидер партии социалистов Игорь Дадон набрал 52% голосов. Во втором туре выборов подсчитаны голоса 100% избирателей. Пропавшие бюллетени, кибератаки на сайт и возмущенная диаспора. На таком фоне проходил второй тур выборов. Со школьной парты на протест. Несогласные с итогами выборов вышли на площадь. Большинство из них несовершеннолетние. Героя проводили в последний путь. Погибшего во время пожара спасателя похоронили с почестями. Об этих и других событиях подробно. Второй тур президентских выборов завершился победой кандидата от социалистов Игоря Дадона. Результаты стали очевидны уже к полуночи. Но окончательные цифры подоспели к утру. Выборы в цифрах. В нашем следующем материале. Призывы обоих кандидатов к мобилизации были услышаны. Во втором туре президентских выборов явка избирателей составила более 53%, что на 4% больше, чем в первом. Всего проголосовал 1 млн 610 тыс. граждан Молдовы. За Игоря Дадона проголосовало 835 210 человек, что составляет 52,18%. За Майосанду 762 602 избирателя или 47,64%. На свою первую пресс-конференцию в качестве победителя Игорь Дадон вышел под крики своих сторонников. За океаном еще шло голосование, но даже предварительные итоги сделали очевидным расклад сил. Победитель обратился к побежденной. Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы не было этого раскола в обществе дальше. Я буду президентом всех молдаван и тех, которые голосовали за вас. Я буду прислушиваться к мнениям тех, которые голосовали против меня. По сравнению с первым туром количество бюллетеней увеличилось на 33 тысячи экземпляров. Дополнительные бюллетени были направлены на зарубежные участки в 10 государствах. Самая высокая явка была отмечена в Кишиневе, где в голосовании приняли участие 58% избирателей, а самая низкая в Кантемирском районе, где явка составила 41%. Как и в первом туре, наибольшую активность проявили представители среднего возраста. Явка избирателей в возрасте от 26 до 40 лет и от 56 до 70 лет составила свыше 27%. Наименьшую активность, как и раньше, проявила молодежь – 18-25 лет, чуть больше 11%, и пожилые люди старше 71 года – около 8%. Из общего числа принявших участие в голосовании лишь 47% составляют мужчины и 53% женщины. Наибольшую поддержку избирателей лидер партии социалистов получил в Гагаузии, где за него проголосовало почти 100% избирателей, а также в Тараклии и в северных районах страны. Его оппонент Майя Санду получила наибольшую поддержку в центральных районах, а также в Кишиневе. Победу Игоря Дадона в Камрате отметили автопробегом в ночи. Второй тур президентских выборов не обошелся без инцидентов, большинство из которых были связаны с голосованием за рубежом. Пропавшие бюллетени, их дефицит – очереди у избирательных участков. В такой обстановке голосовали наши соотечественники за границей. И они не перестают спорить, где было сложнее – на востоке или на западе. Сначала по дороге в Португалию потерялось около 6000 избирательных бюллетеней. И сообщалось, что они были утеряны авиакомпанией-перевозчиком. В связи с этим Молдавский ЦИК распорядился напечатать по 3000 дополнительных бюллетеней для двух избирательных участков в этой стране. Комиссия пообещала, что объявленный утерянным дипломатический багаж, в котором находились избирательные бюллетени, будет возвращен в Кишинев запечатанным. Затем произошли возмущения на некоторых избирательных участках в России, Великобритании, Румынии и Италии. Там бюллетени для голосования закончились примерно к 7 часов вечера. А желающих проголосовать было значительно больше. В Москве люди, несколько часов к ряду, безрезультатно простоявшие на холоде, провели спонтанный митинг протеста. Они обвиняли молдавские власти в том, что их лишили права выполнить свой гражданский долг. Напомним, хотя в Москве трудятся несколько сотен тысяч наших соотечественников, там было открыто всего два избирательных участка. В результате смогло проголосовать лишь 8 тысяч молдавских граждан. Не успевшие проголосовать, молдавские лондонцы также провели акцию протеста и намерены подавать жалобу в суд. В ЦИКе нехватку бюллетеней объяснили тем, что по закону на один избирательный участок положено не более трех тысяч бюллетеней. Накануне дня голосования и в сам день выборов несколько новостных ресурсов Молдовы подверглись мощной хакерской атаке. Так и обрушились серверы сайта ТРМД, информационные порталы НОМД, ПОИНТ МД и Комсомольской правды, а также другие информационные ресурсы. На сайте газеты Комсомольская правда в Молдове проблемы начались субботу вечером, а около полудня 13 октября сайт КПМД стал недоступен. В редакции это напрямую связывают с выборами президента. Конечно, речь идет о мощной хакерской атаке. На наш сайт были направлены тысячи ложных запросов, в связи с чем наш интернет-портал стал недоступен. И, по сути, наибольший отрезок времени, в день выборов, была доступна лишь мобильная версия нашего сайта. Конечно, мы связываем произошедшее с президентскими выборами. По словам Дмитрия Кобзаря, пока источник этой атаки определить не удалось, но вместе с коллегами из московского издания проводится работа по его обнаружению и устранению последствий кибератаки. Он также добавил, что проблемы с сайтом продолжаются и в понедельник. За ходом второго тура выборов следили тысячи наблюдателей. Их оценка позитивная. Нарушения замечены, но они не могли кардинально повлиять на ход голосования. Международная миссия наблюдателей от Содружества независимых государств признала, что второй тур президентских выборов в Молдове был проведен прозрачно и правильно. Об этом на конференции для прессы заявил глава миссии, генеральный секретарь Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Алексей Сергеев. Он отметил, что миссия придерживалась в своей работе принципов политической нейтральности и беспристрастности, и что всем ее представителям была дана возможность беспрепятственно осуществлять свои функции. Мы по-прежнему даем высокую оценку нашим взаимоотношениям с Центральной избирательной комиссией, с областными советами, с участковыми бюро. Наблюдатели от СНГ констатировали, что второй тур выборов проходил в тех же условиях, что и первый, и отмечают, что ЦИК между двумя турами приняла положительные решения, одним из наиболее важных, среди которых является увеличение количества избирательных бюллетеней. По мнению наблюдателя, отдельные недостатки не могут повлиять на результаты выборов. За ходом голосования в Молдове следил 51 наблюдатель от 7 государств Содружества. В числе наблюдателей были также представители организации «Промолекс». 1981 человек, в том числе на зарубежных участках, следили за ходом голосования, а также проводили свой параллельный подсчет голосов. Цифры с циковскими не сходятся. «Промолекс» получила 3601 жалобу от избирателей, в том числе 569 за рубежом. Это обычные нарушения, которые признают мелкими. Не везде бюллетени в пути сопровождались полицейскими, кое-где рядом с участками были выявлены посторонние люди, не по правилам были упакованы пакеты с документами. Еще раз обращаем внимание, что «Промолекс» не является кандидатом на выборах, соответственно, мы не намерены выигрывать на них. И мы не являемся органом преследования и не будем доказывать произошедшие нарушения в ходе голосования. «Промолекс» обращает внимание на непривычную активность на этих выборах жителей Левобережья. На 30 участках проголосовало 17 613 граждан Молдовы. Итоговые цифры «Промолекс» отличаются от тех, что представила Центральная избирательная комиссия. За Игоря Дадона проголосовало 55,5% избирателей, за Майя Санду – 44,5%. Гражданская платформа «Честь, достоинство и Родина» мобилизовала всех, кто не согласен с результатами президентских выборов. Сотни сторонников Майя Санду собрались на центральной площади столицы. Они требовали отставки ЦИКа и повторного голосования. Перевыборов требовали даже те, кому нет 18-ти. И по логике в это время должны были сидеть за партами. Даже если мне нет 18-ти и не могу голосовать, я рад, что мой голос может быть услышан. И я знаю, что могу изменить нашу страну. Зачем и главное, что нужно менять в стране, семиклассники не знают. А вот школьницы постарше уверены – президент не тот. Мы пришли, чтобы убрать Дадона, мы за Майю Санду, за свободные права. Ты голосовала? Нет, я не совершеннолетняя. Сторонники Санду протестовали под румынскими флагами. Они уверены, что выборы были сфальсифицированы. Я не согласен, считаю, что выборы сфальсифицированы. Пришли и требуем досрочных выборов, чтобы справедливость в Молдове восторжествовала. Против дадонизма, как говорит мой преподаватель в университете. Хотим справедливости и надеемся, что добьемся ее этим протестом. Позже митингующие отправились протестовать к ЦИКу. Официально свое несогласие с результатами президентских выборов выразили более 17 тысяч человек. Все они подписали электронные обращения в Центре сберком с требованием аннулировать результаты второго тура и провести повторное голосование. Экс-кандидат в президенты Майя Санду выступила с первым заявлением после оглашения итогов выборов. Она поблагодарила всех, кто отдал свой голос за нее. Что касается оппонента, то, по ее словам, время покажет его истинные намерения. Прошедшие выборы Майя Санду оценивает весьма негативно. Эти выборы не были ни корректными, ни свободными. Наши оппоненты использовали нечестные методы. Манипуляция, ложь, грязные деньги, административный ресурс, масс-медиа, которые были не свободного освещения, а также спецслужбы. Административы, масс-медиа, которые были не свободными, а также спецслужбы. Она настаивает на отставке главы ЦИК Алины Руссу и главы МИДЭИ Андрея Галбура из-за того, что они лишили граждан Диаспоры права на голос. Вместе с лидером платформы ДА Андреем Настаси Санду намерен обратиться в Конституционный суд и опротестовать выборы. Лидер социалистов принимает поздравлением в числе первых были митрополит Кишиневский в СИЭ Молдовы Владимир, спикер парламента Андриан Канду и председатель правительства Павел Филипп. Игорь Дадона поздравил с победой президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава российского государства подчеркнул, что итоги голосования свидетельствуют о широкой поддержке избирателей, линии на достижение социально-экономической стабильности в стране и выстраивании сбалансированных внешнеполитических приоритетов. Владимир Путин пригласил Игоря Дадона посетить Россию с визитом. Тем временем победу социалисты комментируют за рубежом. Высокопоставленные лица и аналитики высказывают предположение, как изменится внешняя политика Молдовы и изменится ли она. Победу Игоря Дадона комментируют в Российской Федерации. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин написал на своей странице в социальной сети. Впервые за последние 7 лет все промолдавские и прогосударственные силы объединились за дружбу с Россией, за нейтралитет, за наше православие, за объединение страны в решении Приднестровского конфликта. Первый шаг был сделан. Такого же мнения придерживается первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Победа Игоря Дадона может приблизить решение Приднестровской проблемы, считает он. Впрочем, он просит не спешить с выводами. На внешнеполитический курс Молдовы могут повлиять многие факторы. Президентские выборы в Молдове понятно, что в миниатюре в известных моментах повторили недавние выборы американского президента. И в том, и в другом случае антироссийская риторика принесла совсем не те результаты, на которые рассчитывали ее инициаторы. О других событиях, произошедших в стране, не только о выборах, в рубрике «Короткой строкой». 12 населенных пунктов в шести районах страны остались без электричества. В Кишиневе повалены 13 деревьев и повреждены два автомобиля. Таковы последствия сильного ветра, обрушившегося на Молдову прошлой ночью. Специалисты предупреждают об угрозе падения сломанных веток. Желтый код метеоопасности, объявленный на выходные, действует и сегодня. Ночью температура воздуха опустится ниже нуля. По словам синоптиков, в ближайшие дни возможны осадки в виде снега. Для уборки улиц и автотрасс власти подготовили почти 500 единиц спецтехники, закуплено 80 тысяч тонн противогололедного материала. Столичные власти продолжают вырубку деревьев в Кишиневе. На этой неделе планируется срубить 20 деревьев в сквере Кафедрального собора. Об этом сообщила замглавы столичного предприятия «Зеленое хозяйство» Галина Ляхум. Также сотрудники предприятия планируют почистить деревья на улице Белинского, где на днях рухнувшая ветка оборвала троллейбусные линии. Напомним, на прошлой неделе было срублено 25 деревьев на улице Банулеско-Бадони. По словам представителей Зеленхоза, они были старые и представляли опасность. Вместо них планируется высадить молодые деревья. За первые 9 месяцев этого года государственную границу Республики Молдова пересекло 2 миллиона 800 тысяч иностранных граждан. Это на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Национального бюро статистики, больше всего иностранцев прибыло из Румынии 54%, Украины 29% и России 7,7%. Также Молдова посетила незначительное число туристов из Болгарии, Италии, Германии, Израиля, Турции, США, Белоруссии, Польши и Португалии. Примерно 83% иностранцев прибыли в страну на автобусе или автомобиле, 14% на самолете и почти 2% на поезде. В то же время участились выезды граждан Молдовы за границу. В 2016 году примерно 4,5 миллиона молдаван посетили зарубежные страны, что на 4% больше по сравнению с 2015 годом. Еще недавно кишиневцы спорили, имеют ли право пожарные спасатели принимать участие в военном параде. В пятницу последние сомнения отпали. Есть место героизму и есть среди нас герои. Город прощался с погибшим на посту пожарным Иваном Ногайлыком. Пожар, произошедший в минувшую пятницу по улице Заводской, признан самым масштабным за последние 40 лет. На его тушение потребовалось 27 часов. Огонь распространялся на 4000 квадратных метров. Во время тушения погиб пожарный Иван Ногайлык, а также, предположительно, сотрудница склада. В родной части пожарного с ним попрощались коллеги. На церемонию прибыл также премьер-министр Павел Филипп. Накануне тело спасателя было доставлено в родное село Пугой Еловенского района в сопровождении колонной пожарных машин. Иван Ногайлык был похоронен с воинскими почестями. У него остались жена и двое детей. Жители столицы объединились, чтобы собрать в семье средства для погашения кредита. Сумма аккумулировалась в течение 8 часов. Оказать помощь также обещали правительство, местные власти, бизнесмены и политики. Таким нам запомнился понедельник. Эти и другие новости вы можете узнать на сайте rtr.md. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова